Мир Божий вам всем, дорогие братья и сестры! Пожалуйста, занимайте ваши места. Когда мы с вами читаем Священное Писание, мы видим то, что Слово Божье, оно является не просто изложением для нас мудрости и теоретического знания, оно дает нам практические советы и наставления касательно жизни каждого из нас. И, назидаясь от Слова Божьего, вникая в то, что там написано, мы с вами меняем и преображаем нашу жизнь. Царь Давид, описывая человека, который обрел блаженство, который чувствует себя счастливым, сравнивает его с плодовым деревом. Первый псалом, известный для всех нас, первые стихи этого псалма. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Очень хорошая характеристика, показывающая, что блаженство напрямую связано с послушанием Господу, с пребыванием там, где Господь действует, с отдалением себя от того места, где человек может развращаться и находиться под влиянием и властью греха. И если так происходит, имея общение с Господом, человек сравнивается или становится, как образ, плодоносящим деревом. Не просто зеленым, но приносящим плоды. В чем выражается этот плод в нашей жизни? Апостол Павел, детализируя плод этого дерева, этого праведного человека, пишет следующее. Это послание Галатам, 5 глава, 22-23 стихи. «Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Когда мы говорим о плоде, здесь используется слово в единственном числе, подчеркивающее и показывающее, что это не разнообразные плоды, некоторые из которых могут быть, некоторые из которых могут не быть, но говорящие о том, что все это в совокупности составляет один единственный плод. Этот один единственный плод, который Бог взращивает в нашей жизни, это подобие Иисусу Христу. Это быть похожим на Христа, отражать Его в нашей жизни, быть вот этим письмом читаемым так, чтобы люди, видя нас, видели в нас Христа. И если так происходит в нашей жизни, если мы имеем этот плод, он как раз и делает нас способными или воспринимаемыми другими людьми, как последователи Иисуса Христа. И этим плодом пользуются другие, получая от нас это благословение, которое мы имеем от Господа. Мы уже с вами, начав рассуждать над плодом нашего Духа, говорили о том, каким образом это происходит, что это результат того, что происходит в нас под действием Божьей благодати. Это то, к чему мы должны стремиться. И когда Писание говорит, что мы исследуем самих себя, в вере ли мы находимся, вера выражается в верности, в послушании Богу. И наличие этого плода как раз и делает способным нас с вами оценить, каковы мы во Христе, чего мы добились. Есть у нас этот плод, нету этого плода. Если его нету, как его взращивать? Если он есть, слава Богу, чтобы и дальше умножался, чтобы если им пользуются, его срывают, он вновь и вновь вырастал, чтобы и дальше, и дальше пользовались, и мы могли таким образом служить друг другу. И сейчас хотелось бы вместе с вами начать рассматривать непосредственно вот эти качества этого плода, каждую из его сторон, в чем она выражается, более детально, чтобы мы с вами, стремясь и становясь духовно зрелыми людьми, похожими в своем характере, в своих действиях на Иисуса Христа, обладали всеми этими качествами и оценивая свою жизнь, анализируя, мы могли сказать, да, этот плод есть и он умножается, и мы можем тогда этому радоваться. Итак, любовь. Когда писался Новый Завет, в греческом языке, в принципе, использовалось четыре разных слова, которые обозначали любовь. Вообще в греческом языке их семь разных слов существует, но в то время именно четыре из них использовались, и некоторые из них используются, в том числе на страницах священного писания. Четыре слова – это было «эрос», «сторге», «филио» и «агапе». Каждая из них описывала ту или иную сторону любви. Учитывая, что слово «эрос», которое означало близкие, интимные отношения между мужчиной и женщиной, это слово не используется в Новом Завете, даже тогда, когда идет речь именно об отношениях между мужем и женой в браке, поэтому мы его не будем с вами анализировать, просто для сведения, что такое слово использовалось. Следующее из слов, которые описывали любовь, в том числе используется в Священном Писании. «Сторге» – это любовь, которая описывает отношения в семье, отношения, любовь между родителями, детьми, любовь в том числе между мужем и женой, когда говорит просто вот о отношениях в целом семейных, то, что развивается в течение жизни. Это слово говорит о такой особой преданности, о привязанности. В некоторых случаях иногда это слово использовали, в том числе, когда говорили, например, о преданности собаке своему хозяину. Вот она имеет особую любовь к хозяину. Тоже слово «сторге», кстати, использовали в этом случае. Но вообще, в целом, оно описывало именно узы кровного родства, желание быть вместе, преданность своей семье, преданность друг другу, переживание, заботу друг о друге. Но в Новом Завете оно не так часто, это слово «сторге» используется. Вот, я хочу показать лишь один из таких примеров, где оно используется в Священном Писании. Апостол Павел, когда он писал второе послание к Тимофею, там в третьей главе, во втором стихе, он описывает перед этим признаки того, что приближается в последнее время. Их характеристики, какими будут люди в последние времена. И эти характеристики нехорошие, потому что они показывают отступление от Бога, как все дальше и дальше уклонение от Божьих заповедей, от Божьей воли. И вот там используется это слово «сторге» только в негативном смысле, поэтому оно звучит на греческом как «асторге». «А», которое прибавляется, означает «против», то есть отрицание. Вот если «сторге» – любовь, то «асторге» – это не любовь, скажем так. В русском языке в данном случае «асторге» переведено как то, что люди в последние времена будут недружелюбны. Но там речь идет не просто о дружбе, о дружеской любви, а речь как раз идет именно в смысле том, что, к сожалению, вот те крепкие брачные узы, которые должны быть, преданность в семье, они будут у людей отмирать. Один из признаков последнего времени, когда будет утрата семейных ценностей, которые изначально установлены Богом, не будет верности в семье, не будет преданности, к сожалению, будет распад семей. И вот это одна из характеристик, но чего не должно быть у тех людей, которые следуют Божьей воле. Следующее слово используется более чаще. Это слово «филио», которое означает дружбу, привязанность. Оно говорит о единстве взглядов, о сходстве вкусов, об определенном взаимодополнении человеком человека, то есть в силу своих способностей, возможностей, что говорит о дружеских отношениях, о какой-то группе людей, которые вместе что-то делают. Слово «филио», в общем-то, описывает такую хорошую, крепкую дружбу. Это описывает в том числе дружбу между братьями, сёстрами, дружбу между людьми в целом. Иногда это слово используется, когда идет речь о том, когда человеку нравится в какой-то сфере чем-то заниматься. Вот он любит эту работу, он любит какую-то деятельность и так далее. Тоже слово «филио» используется. Это слово «филио» произошло очень много слов. Вот одно из таких известных слов в Писании, оно даже как название города было, это «Филадельфия», что дословно переводится как «братская любовь». «Филио» – любовь, а «дельфос» – это «брат» по-гречески. Известно для нас всех слово, в том числе в русском языке, философия. Опять же, два греческих слова «филио» – любовь и «софус» – мудрость, любовь к мудрости. «Филантропия» – тоже слово используется. Это любовь ко всем людям, доброта. Опять же, слово «филио» – любовь. И «антропос» – это человек по-гречески. И, соответственно, это описывает отношения, которые затрагивают то, что человеку нравится делать, что он любит, отношения, которые складываются. Что интересно, все эти вот предыдущие типы любви, они больше основаны на том, что человек получает, на том, что он принимает, что ему нравится, что затрагивает его чувства, что его приводит определенный восторг, как потребителя этой любви, как того, кто является ее получателем, кто ищет ее. И слово «другое» еще, которое используется чаще всего в Новом Завете, слово «агапа» как раз записывает другую сторону любви, которая касается не только чувственной стороны, но больше стороны определенной мере волевой, внутреннего состояния человека. В основном слово «агапа» используется в Писании, когда идет речь об описании Божьей любви по отношению к людям и той любви, которую Бог ожидает в каждом из нас, чтобы мы проявляли ее в нашей жизни, если мы хотим следовать его примеру. Именно об этой любви, именно это слово апостол Павел использовал, когда вот в послании к Галатам он говорил, что плоть же духа, любовь, агапы. Это, в принципе, самый высокий вид любви. И само слово «агапа» очень сложно переводится. Оно достаточно многозначное, многогранное, и, в принципе, во все века оно составляло определенную трудность для перевода. Дело в том, что особенность в чем его? То есть под любовью агапы подразумевали что-то то, вот, ну, знаете, когда человек, например, кого-то признает и ценит, почитает выше себя. И он относится тогда в этом случае к объекту своей любви с особым почтением, с уважением, с восторгом. Он всегда движим чистыми мотивами, он испытывает определенный трепет от этих отношений. Его сердце имеет вот такую, знаете, беззаветную любовь к этому человеку, особое, глубочайшее уважение, так, что он просто не может не любить его вне зависимости от того, что бы тот ни делал. Вот эта любовь настолько сильная, что никто не может ее отменить, как-то остановить или прекратить. И она касается не столько просто даже чувств, сколько больше внутреннего состояния, какого-то волевого проявления, отражения внутреннего решения, которое есть у человека. Если говорить по отношению к Богу, мы видим, наверное, самый лучший пример проявления вот этой любви агапы. Это те слова, которые описывают, как Бог нас возлюбил. Там именно тоже это слово агапы используется в знаменитый текст из Евангелия от Иоанна, 3 главы 16 стиха, где сказано, что «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Там вот именно используется слово агапы. Потому что оно показывает, как никакое другое слово любовь, что Бог нас возлюбил не в силу наших заслуг, не потому, что мы такие добрые, хорошие. Он возлюбил, когда все были грешниками, отступили от Бога, не позаботились иметь Бога в своем разуме, поступали нечестиво, но Он настолько любил и ценил человеком, что сделал все, что необходимо со своей стороны для того, чтобы человек, обладающий свободной волей, которую Бог и не забрал у него, сотворив его таковым, он мог обрести спасение и получить жизнь вечную. И вот эта любовь агапы как раз и является проявлением вот этих действий, которые Бог делает по отношению к человеку, чтобы тот обрел спасение. Наверное, самые возвышенные слова о любви, которые описывают ее во всем проявлении, они записаны в первом послании апостола Павла Коринфянам в 13 главе. Этот отрывок очень часто даже называют как гимн любви. Мы его прочтем вместе с вами. Это первое послание Коринфянам, 13 глава, с 1 по 8 стихи. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. В этом тексте перечисляется таких, можно сказать, 15 свойств вот этой любви Агапы. Тоже это же самое слово используется, где описывается вот эта любовь Агапы, как она проявляется. И, соответственно, когда мы говорим о нас с вами, о наличии вот этой стороны плода нашего духа, нашего характера, нашей жизни, мы можем оценить, присущи ли нам эти свойства и качества. Давайте мы коротко посмотрим на каждый из них. Любовь долго терпит. Любовь имеет особую силу терпения. Она способна терпеть зло, несправедливость, даже какие-то провокации. Она не исполняется гневом, возмущением или жаждой мести. Любовь делает характер человека уравновешенным, дает силу человеку обуздывать свои какие-то внутренние злые страсти, делает его способным терпеть даже какое-то несправедливое и пренебрежительное отношение к себе, в том числе даже и со стороны тех, кого он любит. Несмотря на это, он продолжает любить дальше. Более того, не просто любит, долго терпит даже вот эти действия, которые происходят. К тем, кто его обижает, к тем, кто относится не совсем правильно и ожидает, что он изменится. Долготерпение, по сути своей, означает ожидание чего-то лучшего. Терпеть, надеясь, что изменится. Ожидать более совершенного. Ждать до тех пор, покуда его, скажем так, созреет, дорастет. Это очень знакомо тем, кто, например, занимается огородничеством. Что-то мы садим в огороде, ну и мы проявляем терпение, дожидаясь, когда оно созреет. Правда же? Иногда уже появился вроде плод, но он еще зеленый. И мы там смотрим на это яблоко и все-таки терпим, пока оно красным не станет, например, если оно таким должно стать. Потому что если мы сорвем раньше времени, оно будет кисло-несозревшее, и можно сделать вывод, что это дерево никуда не годное. А просто мы не дождались нужного времени. Вот иногда человек поспешает и потом обижается. Не получилось, не так, потому что не хватило терпения дождаться, когда это произойдет. Иногда люди вот так относятся по отношению друг к другу. Вроде бы любили, а потом, ай, все, и... разрывают всяческие отношения, не дождавшись, когда где-то придет какое-то изменение. Терпение или долготерпение побуждает человека продолжать молиться, продолжать терпеть, продолжать влиять, продолжать делать добро для того, чтобы пришли эти изменения и ожидать этого. Не ропща, не возмущаясь, не прекращая. Примером такой долготерпящей любви может быть, например, любовь Иакова к Рахиле. Он ее полюбил сразу, но ему нужно было семь лет терпеть, дожидаться, покуда ее отец даст разрешение. Правда, он его там еще и обманул, и в итоге ему еще нужно было семь лет дальше работать, то есть, итого четырнадцать, чтобы в итоге они были вместе. И вот это состояние показывает, он любил, и для него написано, это прошло чуть ли не как один день. Вот отношение внутреннего состояния. Любовь милосердствует. Другими словами говоря, любовь, поскольку она выражается в делах и в поступках, она всегда стремится оказать добро ближнему. Она великодушна, вежлива, услужлива, и поэтому милосердие, то есть, это желание проявить милость даже тогда, когда ее, может быть, кто-то и не заслуживает. Это оказаться полезным. И истинная любовь никогда не упускает возможности, чтобы сделать что-то хорошее любому человеку, который рядом находится. Вне зависимости от того, какой он есть. Любовь не завидует. Она подавляет в себе зависть и не огорчается, когда другим хорошо, не завидует способностям, хорошим качествам других, их славе или богатству. В принципе, это вытекает из предыдущих качеств любви. Потому что, если человек проявляет любовь, и когда тот, кого он любит, имеет успех, это, наоборот, побуждает радоваться, а не завидовать. И поскольку любовь способна сделать человека именно таким, который оказывает милость, даже когда ее кто-то не заслуживает, то в этом случае, смотрите, любя и видя, что человек делает что-то неправильное и вдруг имеет что-то хорошее, оно не будет побуждать. А почему это ему вот так, несмотря на то, какой он есть? А почему у него вот это, вот это есть? А у меня нет. И вы знаете, вот это чувство побуждает человека где-то проявлять недовольство в адрес Бога. Потому что зависть, по сути своей, это внутреннее проявление желания где-то зла. В каком плане? Он не заслужит, а ему так хорошо, надо, чтобы было плохо. Вот тогда зависти не будет, тогда будет хорошо. Любовь так не поступает. У нее нет чувства зависти. А если нет зависти, то вместо того, чтобы быть недовольным тем, что у другого хорошо, человек, наоборот, радуется, когда у другого хорошо. Он готов разделить эту радость. Никогда его не огорчат успехи других людей. Но наоборот, это даст возможность еще больше выразить и сделать какое-то добро. Далее, четвертое, пятое качества. По сути своей, они очень похожи. Любовь не превозносится, не гордится. То есть, другими словами говоря, любви не свойственно проявлять тщеславие и превозносить самого себя. Любовь, которая есть внутри человека, не будет побуждать его, где-то, знаете так, раздуваться от самодовольства, не быть хвастливым своими какими-то достижениями, не приписывать себе особой чести, власти или уважения какого-то особенного, побуждая других или заставляя это делать. Человек, который движим любовью, он не будет стараться доминировать над другими и показать себя лучше, чем другие. И даже имея способности, имея какие-то особенные таланты, он не будет сам себе за них воздавать честь, смотря, как-то может быть снисходительно к другим с той точки зрения, вот я какой молодец, не то, что там вы. Кто же спасется, кроме меня? Вот я такой вот хороший, особенный. Признак лицемерия как раз и есть отчасти отсутствие вот этого качества любви, которое не превозносится и не гордится. Потому что человек, может быть, иногда говорит что-то там вроде с таким, знаете, как внешним смирением, но опять же он гордится своим смирением. И это тоже является неправильным. Любовь не бесчинствует. Любовь остерегается, чтобы не перейти границ какого-то приличия, определенного порядка. Любовь никогда не будет делать чего-то того, что не было бы к месту или ко времени. Наоборот, она проявляет учтение, доброжелательность, почтение, уважение к тем, которые являются старшими, к тем, которые являются вышестоящими, относится правильно в том числе к тем, которые по отношению к тому человеку, который этим качеством любви обладает, является ниже стоящим. То есть он относится одинаково хорошо ко всем. Не нарушает того порядка, который есть. Никогда не будет являться источником каких-то разногласий. Любовь, которая не бесчинствует, не будет побуждать к разделениям, не будет побуждать к стычкам и спорам, не будет никогда создавать ситуацию для того, чтобы специально внести какое-то разногласие. Но наоборот, истинная любовь побуждает к единству. Она побуждает к тому, что даже если вдруг и возникает что-то, что накаляет отношения и будет способствовать нарушению порядка, чтобы это остановить и сгладить. Любовь не ищет своего. По сути, своей любовь – это противоположность эгоизма. И она посвящена как раз проявлению любви Агапы к тому, чтобы другим сделать хорошо, даже жертвуя чем-то своим, своим временем, своими какими-то возможностями, чем-то тем, что для себя принесет благо ради того, чтобы было благо другому человеку. И таким образом, ради интереса других, ради блага других, любовь помогает человеку с радостью отказываться от своих благ ради добра для другого человека. Любовь не раздражается. Это еще одно качество, которое показывает, что человек, который обладает любовью, способен не только сам себя сдерживать и не проявлять раздражительности какой-то там, но даже и других, вот их резкость характера смягчать, не допускать, чтобы где-то была вспышка какого-то гнева. Знаете, там, где в сердце горит любовь у человека, у него не будет места гневу, не будет места горечи, раздражению, даже если где-то появится, оно тут же будет быстро погашено. Знаете, если человек любит всех, ему трудно сердиться на тех, кого он любит, даже если они плохо поступают. Любовь не мысли зла. Опять же, как следствие того, что нет гордости, нет раздражения, есть желание делать добра, то и не будет мысли сделать зло кому-то. Любовь не будет именно той, которая будет ожидать какого-то наказания по отношению к другим. Желать обязательно, чтобы это наказание пришло именно как вот такое чувство мести внутренней. Рассматривать, рассуждать об этом не только, чтобы оно случилось, даже просто мечтать об этом. Ладно, я как верующий человек не буду ничего плохого делать в ответ на то, что мне плохое сделали. Я просто представлю, вот как бы это было бы. Но любви не свойственно. Потому что если человек начинает мыслить этими категориями, это лишь вопрос времени, когда эти мысли начнут переходить в дела. Любовь не радуется неправде, а сорадуется истине. Истина, любовь, находит особую радость в том, когда истина провозглашается, когда истина совершается. Она не может радоваться, когда есть какое-то нечестие, когда есть лицемерие, когда есть неправда, когда есть обман, когда есть несправедливость. Но, наоборот, она радуется, когда проявляется Божья истина, когда звучит проповедь Евангелия, когда люди обретают спасение, когда процветает благочестие, истина, вера. Любовь все покрывает. Здесь используется очень интересный образ, который сравнивает человека, который любит, где-то с птицей, которая своими крыльями закрывает или покрывает своих птенцов для того, чтобы их защитить. От опасности, которая грозит, даже где-то себя подставляя под это, от яркого солнца, чтобы они укрылись в тени и не перегрелись, какие-то другие качества. То есть, любовь, по сути своей, вот это то качество, которое делает человека способным позаботиться о других, помочь им, набросить, образно говоря, на них вот такой покров, защиту какую-то, дать им возможность восстановиться, исцелиться. Любовь всему верит. Вы знаете, это не означает, что любовь не проявляет благоразумия, потому что иногда под всему верит, можно понимать так, что человек всему верит, что бы ни говорили, и правильно, и неправильно. Это вовсе не означает, что любовь будет верить какой-то лжи, что любовь будет верить, например, ереси какой-то, заблуждению. Здесь другой момент. То есть, любовь склонна верить к тому, что в каждом есть что-то хорошее. Держаться доброго мнения о других, если нет каких-то оснований для противоположного мнения. Верить в том, что даже когда есть, может быть, какие-то мрачные подозрения, все-таки есть что-то хорошее, и способствовать тому, чтобы оно было проявлено. Любовь верит, что ситуация, которая сложилась, она все-таки, если действовать, если проявлять вот эти качества, другие любви, она будет меняться к лучшему. Иногда, может быть, он способен доверять человеку, видя его, относясь к нему с искренним, чистым сердцем, даже когда его где-то обманывают. Но, опять же, даже если он пострадал, вот это свойство любви не будет желать ему воздаяния или какой-то мести. Она не приведет к какому-то состоянию огорчения или разочарования. Вот я доверился, а со мной так поступили. В итоге, любовь всего надеется. То есть, если нет способности или, может быть, скажем так, ситуация, когда можно поверить этому человеку, то в этом случае тогда любовь говорит, ну да, я не могу доверить, но я надеюсь, что он все-таки поменяется. А это не оставляет дальше, скажем, желание человека помочь ему меняться и возрастать. И в итоге, любовь все переносит. Несправедливость, сложности, трудности, не сразу видимый результат какой-то. Любовь никогда не перестает в итоге. Это то действие, которое продолжается и тогда, когда нет сил, когда теряется надежда, когда кажется, что выхода нет. Писание говорит, что все прекратится, кроме любви. Во-первых, потому что Бог есть любовь, эта любовь всегда действует. А во-вторых, те, которые с Богом, они под действием Божьей силы, в своем духе, имеют эту любовь. И поскольку мы всегда в отношении с Господом, не только здесь, на этой земле, но и в вечности, эта любовь никогда не прекратится. Как мы уже говорили, любовь проявляется в отношениях. Нельзя сказать, человек любит или не любит, пока не увидим его в действии. Иначе это будут лишь только слова. И поэтому, говоря, в этих качествах любви мы должны проявить их в действии, на практике. И это выражается, в первую очередь, в любви к Богу. Каким образом мы можем увидеть, что мы любим Бога или проявить эту любовь? В послушании к Нему. Вот почему, когда мы молимся, обращая на это внимание, говорим, пусть Твоя воля будет. И на земле, как на небе. А мы – исполнители Божьей воли. Иисус Христос сказал, Иоанн Глитриана, 14 глава, 15 стих. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Апостол Иоанн так выражает основную заповедь Бога. Первое послание Иоанна, 3 глава, 23 стих. «А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его, Иисуса Христа, и любили друг друга, как Он заповедовал нам». Любовь к Богу выражается в поклонении и в прославлении Его. Когда мы, обращаясь к Богу, выражаем то, кем Он для нас является. Описывая Его достоинство, Его честь, Его славу. Выражаем благодарность за то, что Он сделал для нас. Мы присоединяемся к той хвале, которая звучит Господу на небесах. Книга Откровений, 4 глава, 11 стих. «Где написано, там восклицают, говоря Ему, достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». Любовь к Богу побуждает нас удаляться от греха. Послание к Римлянам, 12 глава, 9 стих. «Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру». Любовь выражается в отношении к Церкви в том числе. Данная мысль очень хорошо выражена апостолом Павлом, когда он говорит в Послании к Ефесианам, 4 главе, о том, что по сути своей, вот та цель, которая есть для внутренних отношений в Церкви, это и есть проявление любви к друг другу. Так, чтобы в любви служать друг другу, мы способствовали нашему общему духовному возрастанию. И Писание говорит так, в Послании к Ефесианам, 4 глава, 16 стих. Из которого, то есть Христа, все тело, вот как Церковь, как единое, составляемое из разных людей, вот в итоге написано, при содействии в свою меру каждого члена, получать превращение для созидания самого себя в любви. Вот почему Иисус Христос сказал о вот этой очень важной заповеди, Иоанна, 13 глава, 34-35 стихи. И заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга, потому знают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. И когда мы рассматриваем, мы видим, что вот эта любовь по отношению друг к другу, любовь в Церкви, она проявляется и в служении друг другу, в назидании, в созидании, в наставлении, где-то, если нужно, в обличении, в общении между верующими, и в том числе в материальной поддержке. Когда мы рассматриваем, мы можем видеть, что это затрагивает все стороны нашей жизни, и духовную, и душевную, и физическую. В ранней церкви, мы можем видеть, было очень хорошее проявление всех этих трех сторон на практике проявления любви к церкви. В Деяниях Святых Апостолов во второй главе мы читаем, там 42-46 стихи, где сказано, что они вместе пребывали, находились в учении, в наставлении апостолов, в общении друг с другом, в преломлении хлеба, в молитвах, что говорит о духовной жизни, где они служили друг другу. Дальше говорится о том, что они служили друг другу, в том числе, что где-то продавали свое имение, раздавая так, чтобы в итоге разделяли всем, смотря по их нужде, чтобы каждый мог получить то, чего ему не достает. Любовь проявляется в том числе в отношении к миру, который нас окружает. Это не означает любить мирской образ жизни, но любить людей, которые там живут, что побуждает нас проповедовать и евангелизировать. Можем вспомнить великое поручение Иисуса Христа, Евангелие от Матфея, 28 глава, 19-20 стихи. Итак, идите научите все народы, крестяя их во имя Отца и Сына и Духа Святого, учая их соблюдать все, что я повелел вам. Любовь проявляется в семье. Мы уже говорили об этом важном качестве отношения между мужем и женой, отношения между детьми и родителями. Послание Кефесина в 5 главе там очень подробно расписано, как образец любви между мужем и женой, образец, как Христос возлюбил церковь. Так мужья должны любить своих жен. Как церковь относится к Христу, жены относятся к своим мужьям. И в итоге можно сказать так, как призыв, как побуждение ко всем нам. Первое послание к Ринфянам, 14 глава, 1 стих. Достигайте любви, к чему мы должны стремиться. И вот если эта любовь проявляется в нашей жизни, во в каждом аспекте, это наполняет нас чувством радости. И поэтому таким образом здесь выявляется вторая сторона этого плода – радость. Слово «радость» встречается в Библии более 200 раз. Чаще всего оно встречается в книге Псалмов, потому что они как раз описывают состояние человека, когда он выражает то, что его наполняет перед Господом. Вообще, в чем эта радость выражается и что это за чувство? Надо учесть, что библейское выражение радости отличается отчасти от такого, скажем, философского понимания или определения такого, что такое есть радость, или там, скажем, в современной психологии. В Новом Завете чаще всего, когда мы говорим о радости, используется греческое слово «хара». Слово «хара» в своем основе имеет корень «хар», который дословно означает «дар» или «подарок» какой-то. Вот откуда слово произошло? «Харизма», то есть «дары» или «харис», «благодать», опять же «действие Божьего дара», «милости к нам». Таким образом, радость, слово это «хара» означает что-то, что нам дается или является нашей реакцией на что-то, что нам дано. Но в итоге дано от кого? От Господа. И таким образом, вот состояние христианской радости мы можем определить так. То есть радость – это вот те эмоции, которые нас наполняют, которые являются следствием вот этого внутреннего чувства мира, комфорта, покоя, который исходит от того, что мы пребываем в общении с Господом, от того, что мы находимся под Его защитой, что ничего в нашей жизни не происходит без Божьей воли. Все есть, если это от Него направлено на достижение определенной цели, которая приносит нам пользу, хотя, может быть, не всегда нам все понятно. Поэтому христианская радость, она имеет духовную основу, источником которой является Бог, отношение с Ним. Вот почему Христос говорил, что невозможно иметь такую радость, не имея отношений с Богом. Иван Гитриана, 15 глава, 11 стих. «Это сказал я вам, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна». Чему мы радуемся, дорогие братья и сестры? Ну, во-первых, мы радуемся тому, кем является наш Бог. Имея отношения с Ним, осознавая, познавая Его, имея опыт отношений с Ним, это делает нас действительно радующимися о том, что мы в отношениях с Богом. Исаии, 61 глава, 10-11 стихи. Он говорит, «Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облег меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец и как на невесту украсил убранством, ибо как земля производит растения свои и как сад произращает посейно в нем, так Господь Бог проявит правду и славу перед всеми народами». Радуемся этому. Радуемся тому, что мы обрели спасение, и наши имена записаны в книге жизни. В свое время апостолы, когда они вернулись после того, когда Христос их отправлял благовествовать, молиться о людях, они были в восторге от того, что через них Бог совершал. Они говорят, «Ты бесы твоему имени повинуется», и приходят другие какие-то действия особенные. Он говорит, «Не этому радуйтесь». Самое важное, чему вы должны радоваться, в Евангелии Луки 10, глава 20 стих, «Радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Мы радуемся тому, что мы вместе с Богом можем совершать Его работу на этой земле. Это еще один очень важный момент. Представляете себе, Бог может сделать все сам, потому что Он не ограничен ни в чем. Но Он сделал так, что Он поделился тем, что Он делает, чтобы с нами, чтобы мы вместе с Ним это делали. И таким образом мы являемся сработниками на Ниве Божьей. Иисус Христос говорил своим ученикам, Евангелие Теанна, 4 глава, 34-36 стихи, «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершать дело Его. Не говорите ли вы, что еще четыре месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на Нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущие получают награду и собирают плод в жизнь вечную, так что и сеющие жнущие вместе радоваться будут». Это то, чему мы можем радоваться. Трудиться для Господа и совершать то дело, которое Он совершает. Проповедовать другим Евангелие. Вот почему очень важно, чтобы мы не были безразличны, если хотим найти эту радость, к молитве о том, чтобы Господь дал пробуждение. К молитве о том, чтобы люди обращались к Богу. Молиться о нашей стране. Молиться о людях, которые живут. Чтобы действие Божьей благодати, Божьей силы умножилось так, чтобы они, откликаясь на эту благодать, обретали спасение. Не только молиться, но и благовествовать в том числе. И может быть, мы только лишь сеем семя, мы не увидим покаяния, но кто-то другой будет, тот, кто будет слышать это покаяние, он будет как жнущий. Но в итоге и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут перед Господом, потому что будет добрый результат. Мы радуемся в том числе и тому, что Бог работает над нами, делая нас лучше и совершеннее. В том числе и иногда проводя нас через трудности и сложности, чтобы помочь нам выработать правильные черты характера, а с другой стороны, где-то оценить самих себя, потому что именно в сложных ситуациях проявляется человек, какой он есть на самом деле. Послание Иакова, 1 глава, 2-4 стихи. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Здесь не идет речь об искушениях, как обольщении ко греху. Ни в коем случае не стоит радоваться тому, когда вы впали в такое состояние, когда вас грех обольстил, и вы совершаете его. Это, наоборот, повод для печали и покаяния перед Господом. То слово, которое здесь используется «искушение», это другое слово, потому что, когда мы молимся в молитве Господней, говорим «не введи нас в искушение», там используется именно слово, ну, если вам интересно дословно в греческом языке, это слово «пейраса», то есть «обольщение ко греху». И мы молимся «Господи, сохрани нас, помоги нам противостоять». С другой стороны, написано «Бог искушает или испытывает» слово «докемаса», которое означает «делает возможным нам проявить какие-то качества». Вот это слово можно использовать, когда мы пробуем какую-то еду, чтобы убедиться, что она вкусная и хорошая. И убедившись, мы еще хотим ее кушать. Вот это слово, то есть «испытание или искушение», когда проверяется наше качество, подтверждающее нашу христианскую ценность, нашу христианскую подлинность, каковы мы есть. Иногда трудность и искушение помогают выявить правильный характер. И если что-то не так, это дает нам возможность, увидев это, молиться, чтобы Господь помог нам измениться, и в итоге, чтобы мы становились совершеннее. И в конечном итоге мы радуемся Божьему Слову, тем откровением, которое Господь дает. 118-й Псалом, 162-й стих. «Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль». И в итоге, знаете, вот получая Божье Слово, имея возможность изучать, понимать его, мы радуемся тому, что даже если мы терпим сложности, трудности, гонения за Христа, мы не унываем. Иван Дед Матфея, 5 глава, 11-12 стихи. «Блаженны вы, когда будут поносить вас Игнать и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Тогнали пророков, бывших прежде вас». Мы радуемся тому, что за имя Христа можем претерпеть в том числе трудности и скорби, и страдания, потому что через это открывается еще одна сторона нашей принадлежности ко Христу. Он сказал, как меня гнали, так и вас будут гнать. Как меня слушались, так и вас будут слушаться. Вся история церкви. Где-то гонят, где-то слушают. Где-то слушают, а потом гонят. Поэтому это особенность. Но это дает нам радость, потому что мы повторяем путь Иисуса Христа и подобный Ему. Давайте мы будем вместе с вами молиться об этом, чтобы Господь помог, чтобы мы, имея плод нашего духа, действительно проявляли его на практике. Давайте мы встанем и обратимся к Господу. Спасибо.